Прогноз погоды Мало кто знает, но есть старое поверье, что в древний НХЛ слабых и некрасивых игроков сбрасывали в другие лиги. Глядя на Алексея Яшина, понимаешь, эта легенда не подтверждается, потому что проведя более 11 лет за океаном, он вернулся в Россию. Но этот камбэк никак не связан с завершением карьеры. На данный момент Яшин, как и раньше, молод и свеж и готов вести свой новый клуб к вершине Гагаринского кубка. На что могут рассчитывать соперники ЦСКА? Откровение армейского антициклона. Мы разговаривали с командой Нью-Йорк Анендерс, но обстоятельства сложились, что мы не подписали соглашение, так будем говорить. Потому что они решили держать свою направленность на молодых игроков. Команда ЦСКА была очень заинтересована, чтобы я приехал. Для меня это очень важно. Надеюсь, что смогу оправдать доверие команды и болельщиков, и действительно помощь команде. Мне кажется, что команда очень дружная. Ребята так дружно относятся к друг другу. И вот последние несколько игр показали, что играют самоотверженно и борются до конца. То, что мне очень понравилось, что очень мало удалений. Я играл в Питерском СКА, допустим, последние пару лет, очень много удалялись. Здесь команда в этом плане играет достаточно дисциплинированно. Я считаю, что здесь просто нужно сконцентрироваться на работе и готовиться к плей-оффу. И, судя по мастерству, это планка по силам, а когда ты попадаешь, там уже ничего не известно и все бывает. Поэтому, конечно, без удачи ничего не обходится, но удача, она проходит через работу. И я надеюсь, что команда сможет именно в плей-оффе показать все, на что она способна. Два поколения, которые больше это поколение, когда Михайлов, Петров, Харламов, конечно, Третьяк. Вот это поколение. Ну и потом, конечно, команда ЦСКА, где пятерка была Ларионов, Макаров, Крутов, Фетисов, Касатонов. То есть это были мои кумиры с детства. И я всю жизнь как бы играл центральным нападающим. И Игорь Ларионов именно вот как бы в то время, когда я стал так более-менее осознанно понимать хоккей, он был номер один в нашей стране, в нашей сборной, наверное, и в мире тоже центральным нападающим. Поэтому всегда хотел похожим быть на него. Было много чего интересного, и поэтому надеюсь, что еще все эти эмоции впереди. И помогу ребятам действительно стать сильной командой и добиться больших успехов в континентальном хоккейном лиге. Хотите верьте, хотите нет. Но в большой хоккей возвращается громкое имя Виктора Тихонова. Этот удалец будет защищать звездный флаг питерского СКА. Если кто-то из вас подумал, что у меня солнечный удар, не торопитесь с выводами. Виктор – 23-летний нападающий, и он внук прославленного тренера советского и российского хоккея. Кстати, а как с погодой на тренерском побережье? И грянул гром. Нет, это не новый сорт пива в спортбаре. Это первая тренерская отставка в чемпионате КХЛ. Своего нагретого места у руля Металлурга лишился Александр Барков. Но без лишнего лукавства это было ожидаемо. В 10 матчах регулярного чемпионата магнитка набрала лишь 12 очков. И если так пойдет дальше, то выхода в плей-офф Металлургу не видать, как японцам Курильских островов. Кому же быть главным? Ответ был найден незамедлительно, как штопор на выпускном вечере. Федор Конорейкин – имя громкое и знакомое, особенно болельщикам самого Металлурга. В недалеком 2007 году Федор Леонидович привел клуб к чемпионскому званию. И если вспомнить его регалии и клубы, в которых он работал, то солнце начинает светиться ярче. А у жителей Магнитогорска появляется шанс увидеть любимый клуб в главной битве сезона – финале экзакова Гагарина. И если после долгого периода безработицы у Конорейкина отныне есть новая запись в трудовой книжке, то у его коллеги по ледовому цеху Сергея Михайловича Михалева рабочее место ускользает прямо из рук. На данный момент Салават Юлаев, как французы в 812-м, увязли по пояс в осенней грязи. Из 11 игр уфимцы взяли только 5 побед. Безусловно, если бы это была футбольная сборная Фарерских островов, никто бы и слова не сказал. Но это действующий чемпион КХЛ, которому нужно подтверждать свое звание игрой и только игрой. На фоне нестабильного Салавата по лиге активно бродят слухи о триумфальном возвращении мощного антициклона «Быков Захаркин». И как поговаривают знатоки хоккейного климата, золотой дубль, как птица Феникс, может воскреснуть именно в Уфе и нигде более. Четких комментариев не дает пока никто. Это и понятно. Перед бурей всегда наступает затишье. А быть может, на роль главного в Салават пригласить Виктора Васильевича Тихонова? Он бы им дал Твиттер прикурить. А самый беспроигрышный вариант – позвать Гуса Ивановича Хитинка. Тем более в России у него всегда все было хоккей. Что мы знаем про город Рига? Он основан в 1201 году. Среднегодовая температура – 6 градусов тепла. Скорость ветра – 4 метра в секунду. Влажность воздуха – 79%. Но мы, кажется, забыли про самое главное – про хоккейный клуб «Динамо». Что это? Полный штиль или настоящий торнадо «Дзинтери»? В Риге пасмурно, а турнирные перспективы местного «Динамо» туманны. И хотя градус поддержки на арене Рига всегда зашкаливает, в нынешнем сезоне согреть своих болельщиков положительным результатом у латвийской команды получается лишь изредка. Команда, которая считалась как минимум крепким середняком, никак не может выбраться со дна турнирной таблицы. За весь сентябрь подопечные пекки «Раута Каллио» набрали всего 4 очка. Игра «Динамо» на старте чемпионата похожа на балтийскую осень, местами красивая и яркая, но уж очень сырая. Победа над подмосковным «Витязем» легла рижским бальзамом на израненные души болельщиков. Но питать надеждой на попадание в зону плей-офф пока рано. Хвалить внезапно разгулявшуюся погоду не надо, она может измениться в любую секунду. Это вам любой латыш подтвердит. Просвет в серой и фасмурной серии закончится может так же внезапно. И если в ближайших двух встречах Рижане не обыграют еще двух соседей по таблице «Лев» и «Автомобилист», климат в команде изменится необратимо. И тогда тучи, сгущающиеся над финским специалистом, разразятся бурей, и он отправится домой. На противоположный берег Балтики еще до первого снега. А мы вынуждены прервать нашу программу на экстренное сообщение. Маленькие фанаты клуба «Витязь» впали в депрессию после сокрушительного поражения их любимого клуба. От рижского «Динамо» – 1-7. Мало кто знает, что во время зимней спячки медведь может обладать лапу до локтя. Но сейчас не об этом. Очередная порция аномалий за неделю от Олега Ундры. Владимир Андреевич Тарасенко и Евгений Евгеньевич Кузнецов в последнее время так заматерили в большом хоккее и вытворяют в КХЛ такое, отчего, соответственно, в Сент-Луисе и Вашингтоне у боссов этих заокеанских организаций явно возник вопрос – а почему они уже не с этого сезона у нас-то, а? В свои 19 Володя и Женя стали для своих клубов ведущими игроками, настоящими лидерами на льду. Но аномально здесь не это, а то, что их фамилии в новостях лиги, касающихся непосредственно игры, мы слышим чаще, чем Морозова, Радулова, Жердева. А что это вы здесь делаете? А драки в Чехове уже сказано и написано достаточно. Можно сколько угодно мусолить новое побоище Витязи или жалеть очередной клуб, попавший под каток команды Андрея Назарова. Мы же предлагаем вам посмотреть на этот матч так, что жалко становится и Витязи, а не иришская Динамо. Потому что, потому что Всем важнее и дороже Всем доверчивее и строже В этом мире доброта В этом мире доброта В Нижегородском торпедо, как и в Хабаровском Амуре, доверили в этом сезоне рулить командой Фину. Возможно, тренеры из скандинавской страны знают какие-то тонкости, неизвестные остальным специалистам лиги. Но торпедо при каррии Яланине действительно в порядке. Нестабильность в результатах есть, но есть и узнаваемая, своя игра. Записать в гостевых матчах по 3-0 минским динамовцам из Северстали дело такое же непростое, как взять, допустим, интервью у Романа Абрамовича. Игроки команды, кстати, связывают успешную совместную работу с Яланином, с его лингвистическими способностями. Яланин научился говорить по-русски отдельные слова и продолжает совершенствоваться в этом направлении. Матерный язык знает уже почти полностью. И немного о погоде. Казахи едут в мытище. Снежные барсы схлестнутся с могучими титанами. Температура за окном 2-1, после овертайма 3-2. В Новосибирске пасмурно ночью, в спортбарах возможны заморозки. Омский циклон правит балом. Температура воздуха 0-2, местами 1-4. Нижнекамск находится в зоне антициклона, который надвигается со стороны Словацкого попрода. Ожидается магнитная буря. Температура счета 0-2. Возможно 3-2 в пользу нефтехимика. Вот такой прогноз. Но не забывайте, метеорологи иногда тоже ошибаются. Хорошей вам хоккейной погоды!